Один единственный театр еще не закрыл сезон. Но не обольщайтесь, после вся труппа уйдет на каникулы. Так что эти выходные последние, когда можно успеть сходить на спектакль в ингажемент. Хотя, кроме этого, есть еще несколько вариантов культурного досуга, в том числе и для театралов. Крайним, как говорят в театральной среде, вечерним спектаклем сезона станет квартирник, посвященный творчеству Высоцкого. Именно этой постановкой решили завершить культурный год, потому как 25 июля – День памяти Владимира Семеновича. Актеры будут читать его стихи и петь песни Барда по-своему. А перед началом всех зрителей ждет ярмарка, где можно будет приобрести билеты на предстоящие спектакли с большими скидками. А в субботу театралам стоит отправиться в Каскару. Там пройдет фестиваль «Сны улиц». В этом году он путешествует по Тюменскому району. Артисты уже побывали в Ямбаево и в Баровском. В Каскаре праздник уличных театров пройдет на стадионе. Жители увидят перформансы, фокусы и спектакль «Птицы» от театра «Мимикрия». И, как обычно, по воскресеньям на площади 400-летия Тюмени выступит духовой оркестр. Этот уикенд не станет исключением. Хотите разнообразить прогулку? Приходите. Ну а поклонников классики ждет концерт органной музыки. В Тюменском костеле выступит артистка из Москвы Екатерина Спиркина. На историческом инструменте немецкой фирмы она исполнит произведения Баха, Мендельсона, Шумана и Брамса. Ну что, в прошлые выходные сводили детей в театр или предпочли пляж? А я предупреждала, что кукольный театр закрывает сезон и уходит на каникулы. Ну ладно, еще можете успеть. Сейчас расскажу, куда. В «Энгажементе» перед отпуском сыграет еще один детский спектакль «Волшебный горшочек». Станет финальной постановкой театрального сезона. Эта сказка особенно понравится маленьким зрителям от 2 до 4 лет. А для ребят постарше от 4 до 16 лет в субботу пройдут соревнования по роллер-спорту. Участников разделят на три возрастные категории. Но будет весело и юным зрителям всем бесплатно сделают аквагрим, а помимо состязаний в программе песни и танцы. Молодежь в эти выходные ждут очень необычные концерты. Я бы сказала, на любителя. Ну, смотрите дальше, решайте сами. Фанаты тяжелого панка вас ждет двухчасовой концерт тюменских панк-рокеров. Говорят, будет двойная презентация коллективов. Так что если не боитесь оглохнуть – велкам. Только помните, что вход на это выступление с 18 лет. Второй концерт тоже не для всех. В субботу пройдет кей-поп-вечеринка. Этот музыкальный жанр возник в Южной Корее. В Тюмень приедет популярная корейская группа Violet 3. Причем в обновленном составе. Автомобилисты. В субботу днем вашу дорогу займут бегуны. Так что либо объезжайте, либо меняйте шины на кроссовке. В выходные пройдет полумарафон «Стальной характер». Самые выносливые участники пробегут 21 километр 100 метров. Герои. Среди них и разыграют призы на 300 тысяч рублей и автомобиль. Также будут дистанции и для атлетов, бегающих на гораздо более короткие дистанции – на 5 и 10 километров. Автомобилисты, обратите внимание, центр Тюмени будет перекрыт. Водители АВ отправляйтесь на улицу Герцена. Там у одного из торговых центров в Тюмени пройдет чемпионат России по автозвуку. Приготовьтесь к громкой музыке и мощному звучанию. Кто знает, может и полумарафонцы это услышат. Ну и завершим афишу событием, которая пройдет за пределами областной столицы. В Юлторовском остроге состоится фестиваль «Классной пир» на весь мир. Гостей праздника ждут разнообразные вкусы старинного русского напитка, а также ярмарки и мастер-классы. На этом у меня все. Топ событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе разыграем скоростной приз – два заезда на картинге. Чтобы получить, делайте репост этой записи из группы «Утро» с вами ВКонтакте. А в комментариях пишите ответ на вопрос, кто из российских звезд так любил гонять, что открыл свой собственный картинг. Итоги подведем в понедельник. Ну а я желаю вам прекрасных выходных! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова